Привет, это Ребуар. Ну вон тушечек вышел, новое видео сяно, это у нас третья часть 100 дней в СССР. Предыдущие две мы посмотрели, они были классные. Ну давайте посмотрим это, надеюсь будет что-то интересненькое. Поехали. В ящике, где лежала папка с документами, я обнаружил телефон, запечатанный в пакетик. Отлично, но кепки здесь не было. Ну не настолько отлично, переместиться ты не сможешь, а телефоном пользоваться тоже. Я продолжил читать. Головной убор не представлял никакого интереса и по решению старшего исследователя был уничтожен. Моя человек в комментариях пишет, ты смотрел ролик заранее, как ты узнал, что была уничтожена кепка. Ну может быть потому что это было очевидно, а раз он не нужен им был. Спрястся, что они тебе его в сейф, да? Кепка много веса занимает, так-то. Короче говоря, 100 дней в СССР, часть третья. Я был в полнейшем шоке. Ну еще бы. Спустя несколько секунд я... Сам теперь разрабатываю машину времени. Прошел себя и тут же сообразил, что нужно бежать изо всех сил. Схватил папку с документами и телефоном и выскочил из лаборатории. В коридоре пока... Ну что-то мне вообще на самом деле кажется, что в таких конторах, да, если они вообще бы существовали и давали кепку тебе, чтобы ты путешествовал по времени, ты говоришь типа на определенное время, типа на 100 дней, и они бы сами, если бы ты через 100 дней не пришел, должны были за тобой вернуться и дать тебе новую кепку. Ну мне так кажется. Вряд ли бы у них был один экземпляр. Пока никого не было. Я побежал к лифту, но там уже находился охранник. Побежал по лестнице. На проходной тоже образовалось скопление охраны. Поэтому тут... Фига себе, в рам скопление. Сколько там охрана-то, блин, в университете? Я простоял, прячась за дверью. А затем под шумок мне удалось выбраться из Данинский тут и через черный ход. Я спешно убежал за угол и выкинул халат в мусорку. И тут на доске объявления увидел свое лицо. Уже? Что-то как-то быстро, блять, фига себе. О, жесть. Меня что, объявили в розыск за шпионаж? В этот момент из-за угла камера... Блять, слишком быстро. Подъехала та же самая желтая Волга. Только я тебя еще не звал! Шофер сказал, скорее садиться в авто. Нихрена себе. Смотри-ка, шофер уже за него. Он крикнул, чтобы я не медлил. Я тут же сел, и мы отъехали в тихое безлюдное место. Такси спросил, какого хрена я творю. Затем добавил, что он контролер во времени следит за такими путешественниками. А вот почему он приезжал именно только этот, да? Ну я же сказал то, что это вряд ли они бы его просто так оставили. А тут, оказывается, даже контролеры есть. Типа во времени, как я. Чё, серьёзно? Он спросил, что когда я покупал кепку времени, меня не предупреждали, что в прошлом надо вести себя аккуратно. И уж тем более никак не попадать в розыск. Затем добавил, что сейчас отправят меня обратно в 2024-й. И потребовал... Нет, это через 8 минут, когда... Чтобы я немедленно доставал свою кепку времени. Её нет, брат. Я печально отвёл взгляд в сторону и сказал, что кепка времени уничтожена. В машине наступила тишина. Затем шефер достал из бардачка какое-то устройство и спустя пару минут... Это радио! Затем заявил, что моя кепка цела. Ну как? Я же своими глазами видел тебя документы. Контролер времени... А как он узнал? Я сказал, что его устройство не может ошибаться, и мы тут же куда-то поехали. Через 15 минут прибыли князь. Прикольный устройство. Там даже никаких индикаторов нету, никакого экранчика. Как он, блядь, это узнал? Как у дома и поднялись в одну из квартир. Контролер времени сообщил, что для начала мне надо изменить внешность и имя. Вручил мне другую одежду и сказал наклеить усы. Затем сфотографировал меня, отошёл в соседнюю комнату, а через... Ну да, усы прям, это, и человека изменят полностью. Ага, как очки усы, прям, наверное. Затем сфотографировал меня поддельный паспорт, спросил, какой день я уже нахожусь в СССР. Я ответил, что сегодня 62-й. Он сказал, что это плохо. Ведь остаётся всего 38 дней на поиске кепки. Ага, ну а что? Ну если ты знаешь, что у нас жива, блядь, какая-то чая-то целая, то, может быть, ты не знаешь, где она находится? Что будет, если я не успею? Контролер ответил, что как только истекут мои 100 дней, я уже никогда не смогу вернуться обратно. Почему? Кепка запрограммирована только на 100 дней? Он спросил, неужто я об этом, продавец кепок, не сообщал мне? Я в недумении покачал головой. Похоже, продавцами нынче берут кого попало. Ммм, да, хреново, я рассказываю свои сервисы. И тут же я задал логичный вопрос. Если он контролер времени, то почему не отправит меня обратно с помощью своей кепки, например? Тогда он здесь сам застроит, да? Потому что если он отдаст свою кепку мне, то я не смогу вернуть ему её обратно. Так что не вряд. Что ты оказался? Это и так было понятно, блядь. Не, ну на самом деле, почему нельзя взять две кепки сразу? Одну на голову, другую в руку. Паспорт на чужое имя, дал немного денег и сказал, что мне пора. Разве он не будет мне помогать? Но он ответил, что таких же путешественников, за которыми надо следить, у него полно. Затем поставил меня в подъем. Правда, только один у тебя, вон такой проблемный. Может, всё-таки ему стоит помочь сначала? Если захлопнул дверь. Да, уж дела. И тут я вспомнил, что даже забыл спросить его имя. Постучал в дверь. Вдруг учил. Прикольно. Вы что-то хотели? Ха-ха-ха-ха-ха, неплохо. Нет. Вот это аномалия. Дверью ошибся, извините. Хм. На следующий 63-й день в СССР я стал изучать документы из выкраденной папки. Раз кепка не была уничтожена, значит, тот, кто работал над ее изучением, всех обманул и подделал документы. Кроме того, он должен знать, где она находится сейчас. Но как бы мне узнать, кто именно работал над ее изучением? Очень странно, что там не подписано, да? Скажешь, что от профессора Баранова... Ну, в принципе, этот чувак выходил, значит, наверное, он как-то связан с кепкой, с этим изучением. Точно, профессор Баранов. Думаю, что он мог догадаться, как именно работает кепка времени. И поэтому решил оставить ее себе. Теперь я должен выследить его и выкрасть кепку. Около недели я крутился возле института в надежде встретить этого Баранова. Гениально, чувака разыскивают, а он, блять, крутится в том месте, где его начали разыскивать. И на свой 71-й день в СССР я наконец заметил его с каким-то чемоданчиком в руках. Может, в нем и лежит... Что такое огромный чемоданчик для кепки? Ну и кепка. Буду продолжать следить за ним. Вскоре я выучил все маршруты его передвижения. Узнал, где он завтракает, до какого времени работает и даже выяснил, где он живет. Профессор Баранов... Неплохо так поработал, слушай. Ну-ка. Ох, нифига себе, много времени прошло. Сегодня профессор Баранов отправился в железнодорожную кассу и купил билет на поезд. Что же, значит, попробую выкрасть чемоданчик прямо в поезде. Вскоре профессор отошел от кассы, а я, наоборот, подошел. Спросил билет туда же, куда и предыдущему человеку. Да, действительно, прям тебе так и дадут, да? Предоставил свой фальшивый паспорт. Наконец, он мне реально пригодился. Выяснилось, что наш поезд отправится в Ленинград уже через полчаса. Надеюсь, что мы будем ехать с этим профессором в одном вагоне. Спустя некоторое время я заглянул в свое купе. Здесь как раз сидит... Как повезло. Мало того, что тут же сам поезд, так еще то же самое купе ему дали. Профессор Баранов. Идеально. Хоть бы он меня не узнал. Я уселся напротив него. Профессор сощурился и сказал, что я ему кого-то напоминаю. Да, конечно, напоминаешь, блядь. Усы никак тебе не изменят. Напрягся. Он сказал, что я похож на Менделеева в молодости. Фух, парни... Да ладно, вообще ни разу помогал. Хотя я не знаю, как он выглядит даже. Стронулся. Мы выпили чая за знакомство и попутно он стал рассказывать, что едет на физико-техническую научную конференцию. А в его чемоданчике находится нечто чрезвычайно важное, что взбудоражит советские умы. Это его уникальное изобретение, опережающее время. Твое изобретение? Или ты его видел? Ну еще бы. Я сказал, что тоже еду на эту конференцию. И, кстати, у меня при себе не менее крутое изобретение. Его явно заинтересовало... А это телефон, который он так уже изучил, да? Мы продолжали ехать и весело общаться еще несколько минут. Вскоре Баранов сказал, что приляжет отдохнуть. И спустя несколько минут отрубился. Он даже не постелил себе какие-то... Это какого? Постельное белье? Ну такое себе. А там вообще, блин, какая-то грязная подушка. Я взял в руки его чемоданчик. Но он был заперт кодовым замком. Ну еще бы. А ты что думал, просто так будет очеколочку? В какое-то же мгновение в купе вошел сотрудник милиции. Я замер от испуга. Ведь кроме всего прочего, я еще нахожусь в розыске. Тут же проснулся профессор. Милиционер представился и сказал, что едет с нами. Подсел рядом и добавил, что я кого-то ему напоминаю. Да вы заебали, блядь, Меделеева в молодости. Я снова напрягся. Он сказал, что я похож на Глеба Жеглова в молодости. Блин, Глеб Жеглов. Что-то знакомое имя, но не помню, кто это. Но в чемодан до конца поездки я теперь точно не залезу. Как же решение одновременно находится так близко и так далеко? Профессор предложил нам... Надо было его брать и убегать нафиг оттуда. Прыгать с поезда и разбивать этот чемодан и улетать. Всем сыграть в игру. Взял свой чемоданчик и стал набирать код. Так, так. Четыре. Шесть. Вот последнюю цифру я не увидел. Да, просто девять цифр подбираю и все. Блин, профессор достал своего чемоданчика Лото. О, Лото. Я сказал, что не играет в азартные игры, но с удовольствием понаблюдаю. Да ладно тебе, блин, даже без денег. Мы не будем ставки делать. А я сказал, что просто так играть неинтересно. И предложил, что тот, кто проигрывает, показывает всем свое изобретение. Баранов немного поломался, но в итоге согласился. Такого мента-то нет после изобретения... А, ну ладно, он не играет. Надеюсь, я не проиграю, ведь показывать мне нечего. И спустя пару минут мне чудом удалось выиграть. О, хорош, поздравляю! Блин, у меня в детстве тоже забыла такие штуки. Это и карточки, и... Как зовут? Эээ... Это что такое? Да это же... Чеснокодавка. По-моему, она уже давно есть. За что это новая чеснокодавка? Чего? Где кепка? Но, похоже, ее у него и не... Как обидно! Я что, все это время шел по ложному следу? Со злой студии на постулой бочонки посыпались на пол. Профессор и милиционер посмотрели на меня с удивлением. Я сказал, что это изобретение настолько гениальное, что мне прям завидно стало. Угу, потому что мне такое вот говно, бля, показывают даже, не стоит. Всем добавил, что дырявая моя башка. Я ведь забыл свое изобретение в Москве и теперь вынужден вернуться обратно. Так пошел мой 90-й день в... Блин, обидно на самом деле. Надо... Как это... Выпытать было у него. Куда делась моя кепка, старик? Сэр, где находится кепка, я не имею ни малейшего понятия. К тому же у меня оставалось крайне мало времени на ее поиски. Я в тысячный раз перелистывал документы из выкраденной папки и старался детально вспомнить тот самый день. Кстати, минутку. Ведь когда я собирался проникнуть в лабораторию... Может быть, и чувак у вас скрестит, да? Мне сказали, что не находится майор Филиппов. Тогда, скорее всего, это он выкрал кепку, ведь больше просто некому. В документах я наконец узнал точный адрес отделения КГБ, где работает этот Филипп. Хрена себе, имени этого там не было, да? Но адрес КГБшников есть. А, гениально. Теперь у меня остается... По-моему, как раз таки это должно быть более защищенной информацией. Все 10 дней на разработку и реализацию очередного плана. Заколебали уже эти планы. На этот раз я проникну в здание КГБ. Ну, типа, за 100 дней нескольких планов, почему бы и нет? Иногда должна быть жизнь разнообразна. Просто первый день я полностью посвятил поиску формы сотрудника. Ее удалось выменить на Запорожье Сергея Михайловича. А он не против был? Только, окажись, в современности обязательно верну долг его сыну. Весь свой 92-й день в СССР я подделал документы и все необходимые пропуска. Охрененно подделал. Да, затем несколько дней изучал режим работы охраны и время смены караула. И только к 99-му дню я был полностью готов. Прям неплохая у него форма, были на связи с этими сусиками. Сусиками. По поддельным документам прошел через пост охраны. Изящно прошел по коридору, не попавшись никому лишнему на глаза. И, наконец, дошел до кабинета моего Филиппова. По моим данным, сейчас он... Такой, кого ты мне напоминаешь, да? Я проник внутрь. На все про все у меня чуть меньше 10 минут. Стал рыскать в столе. Ничего не нашел. На полках тоже было пусто. И уже 5 минут я безуспешно продолжал искать. Похоже, кепки здесь просто... Нет. Нет. Блядь, как обидно-то, а? А в этих шкафах... Времени гоняю за кепкой и каждый раз иду не по тому следу. Я был просто опустошен. Но надо скорее выбираться из отделения КГБ. А то все оставшееся в СССР жизнь я, по всей видимости, проведу в тюрьме. По такой же схеме смог выбраться и покинуть здание КГБ. Скорее избавился от формы и краем глаза. Увидел, что за мной будто кто-то следит. Надеюсь, что мне показалось. Я не знал, что делать. Явно не показалось, да? 100% кто-то следит. Но рассказать о случившемся очень хотелось. Пожалуй, пойду к Сергею Михайловичу. Но как бы больше я кому тут рассказываю, да? Ну, только еще таксисты, если... Я зашел в подъезд и постучал в дверь. Мне открыл немного растерянный Сергей Михайлович. Ты что, скажешь, что вот кепка твоя у меня, как бы ты билее забыл? Я не знал рассказать, что со мной произошло, и что я уже потерял всякую надежду. Но тут увидел в его квартире коробки от пиццы и роллов. Так, стоп, а как это у него... А это, оказывается, он путешествовал во времени. Ах тышка, блин, жук, а? Оказалось, это ведь совершенно точно еда из будущего. Сергей Михайлович виноват, отвел взгляд. Так, это был он. Он сказал, что собирал... Какой, блин, странный поворот, естественно. Создал мне кепку сегодня же. Объяснил, что не сумел перебороть себя. Ведь это просто невероятно побывать в будущем. А как он ее вообще в землю сделал? Я спросил, сколько раз он бывал в 2024-м. Он замялся. Ну, оказалось, что около 20 раз. Хрена себе, неплохо. Это просто какой-то дурдом. Он стал пояснять, что как только у них с Ларисой все наладилось, он заменил настоящую кепку времени на ее копию и положил обратно в шкаф. А подделку кепки изготовила Лариса, ведь она швия. Капец. Ха-ха, оказывается, сперли не ту кепку, да? Значит, ученые реально не нашли ничего в той кепке, поэтому уничтожили ее. А я все это время гонялся не за тем. Все сходится. Сергей Михайлович добавил... Блядь, ну, мне кажется, немного странный поворот, конечно. Когда он узнал, что меня упекли в психушку, он не мог оставить это так и вызвал меня оттуда. Но тогда ему так и не хватило духа сознаться, что это помогло именно он. Я сказал немедленно вернуть мне кепку. Сергей Михайлович еще долго извинялся, после чего отдал мне ее в целости и сохранности. У меня просто голова шла кругом от такой информации. Но в конце концов... Главное, что все хорошо закончилось, да? И даже влобнулся. Ведь Сергей Михайлович обеспечил меня незабываемыми каникулами в СССР. Блядь, а прикиньте, я бы в тюрьму бы сел. Да, взглянул на время. Оставалось всего пару часов до сотого дня. И тут дверь сильно забарабанили. Ну, перебаб, блядь, перемещайся быстро! Еще кто? Тут же услышал знакомый голос майора Филиппова. Походу, за мной все-таки проследили. Пора скорее валить. Я пожал Сергея Михайловичу руку, напоследок осмотрелся вокруг и скорее нажал на кнопку на своей кепке. Оп, исчез. Шпиона, значит, прячете, да? Нет, вы о чем вообще? Вы же понимаете, что вам грозит, если мы его найдем? Так, а ты его не найдешь, он уже в будущем. Так улыбится. Короче говоря, 100 дней в СССР. Друзья, подписывайтесь на... Мне кажется, немножечко ленивый был поворот, да? То, что оказалось, блядь, то, что кепка была все это время в безопасности. Я, конечно, очень рад, что наш главгерой смог переместиться обратно. Но можно было придумать, наверное, чего и другое. Конечно, понятно, что ролик в целом идет почти полчаса, поэтому, возможно, на концовочку не хватило времени, как мне кажется. Но! Ну и почему? Можно было что-то реально, типа, экшеновое, типа, преследовать кого-то, забирая от кепку. Я в это еще больше поверил, чем вот тут, блядь, чувак просто подменил ее. Ну, странно, как вам кажется. Мне кажется, да. В любом случае, Вантушикам спасибо. Это было интересное приключение в СССР. Надеюсь, вам понравилась реакция. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте нажимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока!